В конце мая сотрудники российских библиотек вот уже 18-й год отмечают профессиональный праздник. Чем больше популярность интернета, всемирной виртуальной библиотеки, тем острее вопрос, нужны ли библиотеки реальные и что с ними будет через десяток лет. Сотрудники дома на Крутицкой уверены, что их учреждение не потеряет своей актуальности. Детская обучающая и развивающая литература будет востребована всегда. У нас есть книжки, которые можно читать уже до года. Это какие-то потешки, какие-то интересные книжки, игрушки, с которыми можно заниматься, держать в руках. И читатели у нас разные. Есть читатели, которые только учатся читать, готовятся к школе. Для них нужны азбуки, книжки с крупным шрифтом, книжки, в которых поставлено ударение, которые по слогам читаются. И ребята 12 лет, это уже почти подростки, для которых интересно и приключения, фантастика. Ирина Челышева работает в доме на Крутицкой 20 лет. По ее мнению, число посетителей в последние годы не уменьшается. Далеко не всем по карману красочные издания. Кроме того, электронная книга в полной мере никогда не заменит бумажную. Пришла недавно молодая мама, и давно не были они у нас. И вдруг она говорит, мы пришли за книгами, потому что ребенок, он давно не читал, он все из интернета брал. И вдруг заявляет, мама, принеси книжку, я хочу пошуршать. То есть это говорит о том, что библиотека, она будет жива. Даже в праздник библиотекари не могут говорить о проблемах. По их мнению, интерес к чтению у молодежи отбивают учителя, выдавая на лето огромные списки литературы. Молодая гвардия в третьем классе. Ну это вы вообще представляете книгу Фадеева, Толстенная. Да и непонятна она для малыша такого возраста. И, конечно же, учителю надо прийти и посмотреть, а что же он советует. Конечно, кроме того, в списках еще по 60 книг. Это невозможно. Взрослый столько не может за лето прочитать, а уж что говорить о ребенке. Со своей стороны в детско-юношеской библиотеке пытаются сделать все, чтобы завлечь как можно больше читателей. Так, в прошлом году в доме на Крутицкой впервые в Иванове состоялась Библия-Ночь. Яркое, неординарное событие. Его посетителями стали более тысячи человек. В этом году инициативу подхватили другие библиотеки областного центра. Многочисленные мероприятия, творческие встречи, презентации, выставки проводят сотрудникам библиотеки исключительно по собственной инициативе. В доме на Крутицкой всегда рады гостям. Мы хотим, чтобы библиотека была не только информационным центром, мы хотим, чтобы это был центр досуга, интеллектуального досуга, центр общения, для того, чтобы библиотека была местом встречи интересных людей и также места встречи людей по интересам для создания каких-то клубов. Потому что не так уж и много мест, где можно прийти и хорошо, интересно пообщаться, используя для себя. Чтобы интерес к книге как таковой и библиотекам в целом не утухал, руководство учреждений старается идти в ногу со временем. Закупаются компьютеры, читателям обеспечен бесплатный беспроводной доступ в интернет. В нашей библиотеке первый шаг был сделан еще 18 лет назад, когда мы стали создавать электронный каталог. И сейчас этот электронный каталог у нас выставлен на сайте библиотеки, и любой может найти информацию, а информации там огромное количество, более 500 тысяч записей. Там все книги, что имеет библиотека в своих фондах, и статьи из газеты и журналов, все есть. В ближайшем будущем планируется разметить на всех книгах штрих-коды. Выдача литературы будет производиться при помощи компьютера. Библиотекарям не придется заполнять читательские формуляры от руки, что существенно ускорит процесс выдачи книг. Необходимость в бумажных картотеках отпадет. Их сохранят лишь на экстренный случай, если, например, в библиотеке отключат электричество.